Здравствуйте, на Финам.ФМ я, Игорь Виттель. Это «Парадокс» с Игорем Виттлем. 65 10 99 6. Телефон в нашей студии финам.фм. Можете тоже писать нам на странице нашей программы. Обсуждаем мы сегодня и глобально американско-российские отношения, и ту экономику, которая стоит за ними. И конкретно обсуждаем в первой части нашей программы судьбу библиотеки Шнаерсона, которая стала тоже одним из камней преткновения в российско-американских отношениях. Сегодня в студии у нас ректор Государственной еврейской академии имени Маймонида Вероника Рафаиловна Ирина. Вероника Рафаиловна, здравствуйте. Здравствуйте. Уже президент. Ректор молодой есть новый. Президент. Хорошо. То есть я вас повысил или понизил в должности? Это не имеет значения. Неважно. Хорошо. Президент. Вероника Рафаиловна, на ваш взгляд, что сейчас, в какой стадии находится эта история? Для наших радиослушателей напомню, что суд округа Колумбия, который в 2010, или в 2011 году, поправьте меня, в 2010, постановил вернуть библиотеку Шнаерсона из Российской государственной библиотеки в Соединенные Штаты, постановил буквально месяц назад о том, что за каждый день просрочки Россия будет вынуждена платить 50 тысяч долларов. Повторяю, за каждый день просрочки. То есть полтора миллиона долларов в месяц Россия должна Соединенным Штатам или непосредственно общине Хаббат за то, что мы не вернули рукописи, которые, в общем-то, принадлежат России. Или движению Хаббат в России. Вот это вот основная точка прикновения. Поэтому об экономике мы здесь и поговорим. Вероника Рафаиловна, как сейчас ситуация? Поправьте меня, если что-то в моем изложении неправильно было. Ну, нет. Вы знаете, я уже говорила много раз, когда речь идет о борьбе за коллекцию Шнерсона, нет ничего неправильного. Просто есть некоторые неточности, которые имеют принципиальный характер, непринципиальный характер. И это борьба. Поэтому вот раньше бы, например, я сказала, что все абсолютно вы сказали, да. Сейчас я маленькую ремарку вставлю. В 2010 году и не в первый раз американский суд уклончиво в своих документах пишет передать движению Агуда с Хасидей Хаббат, любавическим хасидам. И поскольку это происходит в Америке, то их адрес юридический – это вот 770 Avenue. А предыдущие все вообще было любавическим хасидам России. И не в этом была проблема. Если бы с 2010 года была какая-то реакция и какие-то шаги, то не было бы штрафных санкций. То, что произошло сейчас, это не новое судебное разбирательство, а это наложение штрафных санкций на неисполнение решения. Что касается моей позиции, она очень простая. Она уже 26 лет такая. Как только я узнала вообще об этой проблеме, как только я обнаружила сами книги, я сказала, что я не пожалею своей жизни и своих знаний для того, чтобы это осталось в России. И, что самое важное сегодня, сам любавический рыбин никогда не возражал. Против того, чтобы это было передано в движении России. Да, чтобы это было передано любавическим хасидам. Но в то время его посланцам достаточно удобно было афишировать и озвучивать такие вопросы, как отсутствие синагог в Советском Союзе и в Новой России, отсутствие центров, отсутствие условий. А теперь-то они все есть? Более чем. Вы знаете, уже в тот момент, когда была создана и 3-4 года просуществовала Государственная Академия Маймонида, я тоже позаботился о том, чтобы были свежие, большие помещения, гораздо более приспособленные и для хранения, и для использования. То есть те люди, простите, которые педалируют тему якобы государственного антисемитизма в России, они врут? Государственные, но я подчеркиваю. Мы же договорились, что никто не врет. Хорошо. Назовите это как хотите. Да, совершенно верно. Вот назовите, как хотите. Вот эпизод сегодняшнего дня. Я официально уполномоченный ребо-человек. Я предъявляю до сих пор все доверенности на ведение этого дела. И тем не менее от меня скрыли, что в военном архиве СССР, а теперь Российской Федерации, есть одна еврейская святыня, которая чудом туда попала, и которая сегодня для меня просто открытие. Я видела в решении суда, что там написано «Архив военный» и книги в РГБ. Но я не придавал этому значения. Я думаю, что речь идет о Смоленском архиве, который давно в Америке. Знаете, это страшная история. 54 тысячи страниц было исписано пятью любавическими ребы. Это планы лекции, это планы уроков с малышами. Это трактовки, ну, черновики. Ребе получил разрешение при выезде вывезти библиотеку и рукописи. Ту часть библиотеки, которая была у него, он вывез. Ту часть, которая была в тогдашней Румянцевской, Ленинской, ему сказали, что она пропала и не отдали. А рукописи были при нем эти, и он их вывез. На территории Польши началась... Сначала телефон на территорию Риги, если меня не изменяет. Он через Ригу выехал сразу в Варшаву. И понятно, почему была договоренность между ним и дочерью. И архив попал в руки к нацистам. Да, его физически отняли. Ребе был избит нацистами. И каким-то чудом, как всегда в истории любавического движения, нашлись какие-то поляки, какие-то люди, которые его спасли. А можно вопрос спросить, что Вероника Рафаевна, я прошу прощения перебью. Конечно. А то, что этот архив оказался в России, это подвиг российских солдат, которые его нашли, спасли и привезли. Не просто подвиг. Вот можно я, да? Значит, Ребе отбили физически и спасли. И он тут же уехал в Штаты. Тогда... Эти рукописи остались у нацистов. При освобождении наши солдаты и наши офицеры вступили в бой, отобрали хранилище ценностей, которые было у немцев. В том числе там лежали эти рукописи. И все. Кто-то с жизнью расстался, кто-то был там, погиб. И привезли все это сюда. Поскольку никто не мог понять, что это за листочки, написанные без гласных по-русски. А евритскими буквами вообще никто ничего не понимал. Сложили все вместе и сдали в военный архив. Потом разберемся. Нам не до этого было. Но, конечно, это спасли советские солдаты. И наверняка они были не евреи. Мало того, там несколько ящиков с вещами. А вот если сейчас вернуть, вот сейчас уже не важно кому, вернуть ли в Америку, либо в Россию отдать движению Хаббат, это создает прецедент. Мы же из Европы вернули во время войны огромное количество ценностей. В том числе из российских музеев и не из российских. И начнется. Не станет ли это прецедентом? Прецедентом? Да. А вы не интересовались, сколько мы за это время с улыбкой отдали? И немцам, и полякам, и из фондов РГБ, и из фондов архивов. И я против этого. Я тоже. И я категорически против этого. Я всей душой против, но мы это вынули и отдали. Мы отдали из РГБ коллекцию рисунков. Я не знаю, как она туда попала, это не мое дело. Я не знаю, почему она была в библиотеке, но она была. Коллекцию уникальных рисунков. Мы отдали ее в Германию. Почему? Потому что немцы провели переговоры и мягко объяснили, что она была как бы украдена. Другое дело, что моральное право у нас на это было. А вот мы отдали. Отдал с швидкой. Сам отвез. Помню я эту историю. Поэтому, когда вы говорите о прецедентах, то я в таких случаях всегда говорю только одно. Я не буду в качестве примера ни в коем случае приводить то, что было передано Российской Православной Церкви. Потому что я сама принимала самое активное участие, убеждая Лихачёва, что делать это надо. Потому что те культурные ценности, которые получили право на жизнь с определенным целеполаганием для служения Всевышнему, то есть для сосредоточения разговора с Богом, это и православные иконы, и молитвенники, это и еврейские книги. Это все то, что должно быть отдано верующим. Возможно, а помещение... Мы сейчас немножко в сторону отошли, но меня это очень волнует. Потому что, когда я вел как-то круглый стол в Государственной Думе по вопросу возвращения церкви и ее имущества, вы знаете, мы были практически на грани мордобоя там. И я прекрасно понимаю, потому что речь-то идет, кто бы сказал, верните иконы, да вообще вопросов нет. Священные книги, иконы. А недвижимость. А та недвижимость, которая уже давно школы идет... Недвижимость какой-то между? Храмы? Ну почему? Принадлежат же... В некоторых располагаются там церкви, но не только храмы же принадлежат. Здания, которые до революции принадлежали церкви. А в которых в некоторых сейчас детские дома, школы. Не только храмы. Не только храмы, увы. И это начинается камень преткновения. Я вот этого вот боюсь. Я прошу прощения, что мы сейчас от главной темы отошли. Нет, нет. Я просто пытаюсь для себя понять, о какой недвижимости вы говорите. Потому что если, например, была усадьба, на территории даже городская усадьба, то в усадьбе был барский дом, флигеля и приходская церковь. Правильно? Да. Конечно, приходская церковь это церковь, а дом и флигеля это государственное общество. Я вот сейчас могу на улице Красина показать, стоит грузинская церковь, а рядом в части этой церкви находится ПТУ. Да, конечно. Мне надо показать, я знаю, где это. Да, вы знаете, о какой церкви идет. И я считаю, что это недвижимость, которая принадлежит ПТУ и Министерству образования Российской Федерации. То есть мы с вами на одной политической платформе, как говорили в большинстве. И если, вот тут вот нет, у меня есть одно но. Но об этом после выпуска новостей, буквально через минуту мы вернемся в студию. Спасибо. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Я Игорь Виттер, это Продокс с Игорем Виттером. В студии у меня президент Государственной еврейской академии Маймонида Вероника Рафаиловна Ирина. И беседуем мы сегодня с пи-библиотекей Шнер-Ирсона. Во второй части будем беседовать вообще о российско-американских отношениях. Хотя мы уже немножко вышли за пределы темы библиотеки Шнер-Ирсона. Если вы считаете, что библиотека должна остаться в России, посылаем русскую букву А. Если вы считаете, что ее надо отдать в Америку, букву Б. А вот потом мы попозже проведем еще более точное голосование. Итак, 55-33. А, если вы считаете, что библиотека должна остаться в России, Б отдаем в Америку. Спасибо. Да, Вероника Рафаиловна, прошу вас. Я голосую за то, чтобы оставить в России, и считаю, что других вариантов нет. Я тоже так считаю, но мы не будем с вами посылать смс-ки сами себе. Нет. Мы скажем вот что. На ваш вопрос по поводу прилегающих к храмам недвижимости. Вы знаете, если это в какой-то мере сохранившееся городское или прочее поместье, памятники архитектуры, я лично считаю, что надо делать все возможное и находить компромисс. И отдав храмы туда, где они должны быть, без вопросов, и все то, что оскорбляет чувство верности, верующих, то бишь молитвенники, иконы, всю ритуальную атрибутику, тем не менее прилегающие здания совместными усилиями надо стараться освобождать, тем более от этих самых образовательных структур. И я могу объяснить, почему. Потому что компьютеры сегодня в старом здании, примыкающем к этому костелу, очень трудно устанавливать. У нас радиослушатель на линии. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что необходимо вернуть эту библиотеку хасиду. Каким? Российским или американским? Неважно каким. То есть нет же разделения американских хасидов или российских хасидов. Я думаю, это хасид. Как нет разделения православные, американские, неамериканские, это православные. То есть это духовные книги, которые нужно вернуть. Ну пусть российские хасиды. Нет вопроса. То есть я считаю, что вы некорректно поставили вопрос. А это была уже вторая часть моей задумки, выяснить русским или американским. А далее. Мы же не воевали с хасидами. То есть мы не можем рассматривать это как приз, как какую-то контрибутивную имущество, которое мы задали. То есть это имущество, которое нужно рассматривать как спасенное героическим советским солдатам из лап фашистского зверя. И необходимо отдать его тем людям, которым оно принадлежит. Понимаете? То есть если люди молятся, если это их книги, ну отдайте вы. Ну а вас не смущает, что вот если вы, например, говорите, нет разницы американским или российским. Вас не смущает, что если мы отдаем в Америку хасидам, то российские хасиды потеряют, не то чтобы совсем потеряют. А что стоит раз вопрос именно отдать в Америку. То есть, понимаете, происходит какая-то подмена. Нет, подождите, я вам задаю наводящий вопрос. То есть мы так понимаем, подождите, существует решение какого-то суда там в Америке. Не существует решения американского суда отдать в Америку. Понимаете? То есть идет решение как суда отдать общение хасидам. Хорошо. А ваш ответ принят. Вы считаете отдать? В этом ответе что-то есть. Могу прокомментировать. Движение всемирное, движение единое, наследование единое. Боль тоже одинаковая. Напоминаю, 55-33, если вы считаете, что библиотека должна остаться в России, это русская буква А. Если нет, то буква Б. Этот момент, насколько я вижу, у нас подавляющее большинство, все 100%, говорят, что это должно остаться в России. Вероника Рафаевна, у меня к вам другой тогда возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, я тоже поддерживаю, чтобы осталось в России. Я тоже поддерживаю, чтобы это осталось российскому движению Хаббат. Но значит ли это, что американский суд примет это решение? Значит ли это, что нас больше не будут ставить штрафовать? Понимаете, это как бы звучит, когда в газете там печатают или по радио говорят или в телевизоре, что на американский суд 50 тысяч долларов в день все хихикают и хахакают. А на самом деле, на основании решения этого суда, любое российское имущество за рубежом, незащищенное дипломатическим иммунитетом, может быть арестовано, абсолютно любое, в счет погашения этого долга. Это не смешно. И вот, допустим, мы добиваемся, вы убеждаете нашу власть, передать библиотеку хасидам в Россию, а американский суд говорит, не-не-не-не-не-не-не, только нам. Американский суд не может так сказать, потому что мы люди тоже грамотные и знаем, как представить американский суд документы о том, что его решение реализовано. И движение Агудас Хасидей Хаббат своей святыни в управление получило. Но меня больше волнует даже не только то, что вы сказали. У меня есть еще более неприятная информация. Она заключается в том, что о недвижимости никакой речи нет, потому что у хабатников, у хасидов, вообще у религиозных евреев главная заповедь – это не покупать краденое. То есть если он не знал это одно, но если он знает, а он знает, что... И поэтому на недвижимость они никогда не станут посягать. И я точно знаю, мне это сказал сын раввина, подписавшего иск, что они готовят или уже отправили, или вот-вот отправят. У них 15 февраля следующее заседание. По определению конкретному исполнения этого решения. Это ровно пройдет месяц, даже чуть больше, и набирается сумма порядка полутора миллионов американских долларов. И погашать они ее будут через счета. Они просят только в денежном выражении. Вот арестовывается счет, вот вы ни при чем, не имеющий к этому никакого отношения, но работавший в какой-то системе, которая якобы имела отношение к решению. Вот, допустим, в Думе, в парламенте, или в администрации президента, или в правительстве Российской Федерации, или в Министерстве культуры, или в Министерстве теперь еще и на беду иностранных дел. И на вашем счете есть какие-то деньги. Вот с этих денег они забирают часть. Причем при таком решении и при таких бумагах, со всей ответственностью говорю, никто никого даже не ставит в известность. Если банк сам отрезает со счета ту сумму, которую, по мнению судебного пристава, в нашем выражении, у вас можно забрать. Ну, вы знаете, как Шварц говорил, на это господин Дракон велел сказать. Нечего нашим чиновникам держать счета за рубежом. У нас это запрещено, между прочим. Тогда они не будут их терять. Но и наша, допустим, государственная, отчасти государственная авиакомпания Аэрофлот, например, самолет может быть задержан в аэропорту Нью-Йорка, прилетела, ему говорят, извини, пожалуйста, тут господа евреи подсуетились, вот решение суда округа Колумбия, судья, не помню его фамилию сейчас, напомните, ну, неважно. Ламберт. Ламберт, да, судья Ламберт. Вынес решение, вот, пожалуйста, полтора миллиона за месяц набежал, мы пока самолетик тут подержим, пока у него. А что вы смеете, Вероника Рапортовна? Так оно и может быть. Я не просто смеюсь, я могу Дракону рассказать маленький секрет. Когда эту информацию получили, и ее получили не только я, а ее получили наши официальные структуры, я позвонил Равину Когану и говорю, слышишь, Исаак Абрамович, скажи мне правду, у тебя счет в Америке есть? С тебя начнут. Он говорит, нет. Я говорю, у меня тоже нет. Тогда вроде как не наше дело. Вы понимаете, что это ужасно? Я понимаю, что это ужасно, потому что я-то знаю из самых официальных источников, но в неофициальном порядке, скажем, потому что в тот же вечер, когда это было озвучено, я встречался с поставленными чиновниками, которые сказали, у нас сегодня было собрание, и народ таки в панике. Нет, но они уже, они настолько рассчитали, именно рассчитали то, в чем всегда обвиняют евреев, и, наверное, не без оснований. Они рассчитали, что им проще всего, больнее всего, унизительнее всего, работать со счетами. Тогда расскажите, Вероника Рафаэлловна, что нужно сейчас сделать, чтобы российская власть приняла, как вы говорите, единственное верное решение, я вам верю, мне нет оснований доверять, что оно единственное верное, и передало библиотеку российскому движению. Ну, вы знаете, если быть точным, да, то, наверное, есть разные форматы, он не единственный формат. Просто с учетом всего того, что произошло за эти 98 лет, наверное, я другого найти не смогла, и не слышала ни от кого, ничего другого. Это передать все, и архив, и библиотеку, и рукописи, которые в РГБ, передать в управление хасидского движения, Хаббат, России, который сегодня насчитывает больше приверженцев, чем американский, и в который больше образованных раввинов. Но для того, чтобы не просто сохранить государственную собственность, она сохраняется и в общине тоже. Но для того, чтобы все-таки, с учетом всей спорности, всего того, что произошло... Оно же произошло. Ведь если бы Всевышний не хотел, это же так бы не произошло. А это так произошло. Эти книги – это какое-то особое... Это какое-то особое отражение истории, и не только евреев России. Поэтому я бы создала совместный филиал Ленинской библиотеки вместе с библиотекой Академии Маймонида, и юридически приняла бы этот фонд на этот филиал и под его абсолютную юрисдикцию ответственности. Тем паче, что, вы знаете, опять же, ну это так Всевышнему было угодно, юридические адресы Академии, в том числе Бронная 6. Нас там никогда не было, мы никогда там не вели учебный процесс, но не дали, как в мае 2012 года, один из экспертов Рособранадзора меня искал в пятницу в синагоге. Ну, правда, не нашел. Не посещаете, видимо. Ну, всяко бывает, но не в рабочий же день. Вероника Рафаевна, а насколько вообще эта история может сказаться, возвращаясь к теме российско-американских отношений сейчас, насколько она их может испортить дальше? Я не могу сказать, я не профессионал. Ну, вот по ощущениям. Я думаю, что ее используют достаточно неприкрыто и нагло. И куда их заведет дальше такая штизя, я не знаю. А кто использует? Та сторона американская или наша тоже? Нет, сейчас я думаю, что сейчас на данном этапе используют только американская сторона. То есть мячик на стороне американской стороны? К сожалению, да. А меня это вот очень тревожит, потому что в очередной возвращаясь, даже если мы сделаем все, на наш взгляд, правильные шаги, американский суд возьмет и что-нибудь нам придумает. Ну, ничего не придумает. Вы знаете, это... А я вам документ принесла интересный сегодня. Да, я вижу, что он у меня в руках. И он у меня в оригинале. И у меня его оригинальной подписи. И американский суд не может его отменить. Я вижу, что это документ, который подтверждает, что седьмой Любовичский рэб Рэбби Винахи Мэндрюшна Ирсон передавал это, завещал передать это в российский. Россия, да. То есть ничего не может произойти? Ничего не может. Значит, эту проблему в ближайшее время, я надеюсь, если наша власть будет мудра, мы ее решим и передадим библиотеку российским обманникам. Я бы сказала, дай бог. Ну, я думаю, что у меня есть ощущение, что мы в течение ближайшей недели это увидим, потому что, мне кажется, наша власть не настолько глупа, чтобы терять собственные деньги за рубежом. А вернемся к теме российско-американских отношений после выпуска новостей. Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Напомню, обсуждаем российско-американские отношения и частично обсуждаем библиотеку Шнаерсона 6510996, Кот города 495, в студии у меня Верония Крафаиловна и Ирина Коган, президент государственной еврейской академии имени Маймони. Верония Крафаиловна, давайте-ка... Что называется классическая? Классическая академия. Хорошо, ну тут... Я же человек тупой, мне как написали, я читаю на бумажке. Видимо, разные, в народе называется просто Академия Маймони. Кстати, несколько вопросов по поводу действительно российско-американских отношений. Как вам кажется, к чему сейчас все идет? Вот с новой администрацией, которая, ну слава богу, ну скажем так, я бы не сказал, что это слава богу, но если считать именно российско-американские отношения к власти, они пришли люди, настроенные яро против России. У нас... Какие перспективы в ближайшее время, как вам кажется? Я чуть-чуть хочу возразить. Давайте. К власти пришла та же администрация Обамы. Да. Мы научились с ними жить, сработать и находить компромисс. Но вы считаете, что Обама не будет сейчас менять политику и ради неких сомнительных выгод не будет... Ради выгод, которые выгодны, скажем так, простите за тавтологию, Соединенным Штатам не будет обострять отношения с Россией. Вы знаете, меня учили и в Московском университете, и в семье, и в теологических источниках, что во всем надо иметь чувство меры и всегда надеяться на себя. За нами очень серьезный вклад в американские отношения, в исправление, а в чем-то в усугублении. Я думаю, что это удел профессионалов и в наших руках гораздо больше, чем кажется нашему народу. У нас на связи Вероника Крашенинникова, у нас сегодня две Вероники, гендиректор Института внешнеполитических исследований, а тем, Вероника, день добрый. Вы можете желание зададить. Да. Ну, у нас, как бы, мы сегодня вообще собирались целый день говорить, точнее, не целый день, а всю передачу об истории библиотеки Штанерсона и экономических последствиях, но тут нам жизнь все подбрасывает. Сегодня Россия решила выйти из договора с Соединенными Штатами по преступности и по наркотикам, по-моему. Поправьте меня, если я не прав. Да, правильно. Ну, и, вы знаете, этот шаг напрашивался очень давно. И предлог борьбы с наркотиками, это один из самых лицемерных проектов, которые вели Соединенные Штаты в последние годы. И практика теперь показывает, что они не продемонстрировали надежности в качестве партнера по борьбе с наркотиками. Посмотрите, на протяжении десяти последних лет Соединенные Штаты оккупировали Афганистан и имели все возможности для борьбы с наркотиками в самом эпицентре проблемы. Однако, бороться с наркотиками в Афганистане они отказывались. Многократно и чиновники американские, и натовские заявляли о том, что это не их задача. Зато, парадоксальным на первый взгляд образом, они хотят бороться с наркотиками в Средней Азии и помогать России. Нет, ну правильно, а что им бороться с наркотиками в Афганистане? Для афганского крестьянина это единственный источник дохода. Ежели они сейчас начнут там бороться с наркотиками, так как они могут начать бороться, афганский крестьянин лишится последнего источника дохода, возьмется за ружье и Соединенные Штаты получат себе там очередную ватерлоу. То есть, единственный результат, который афганский народ получил за 10 лет оккупации Соединенными Штатами, это право выращивать мак. Право на производство наркотиков выходит так. Ну, похоже на то, да. Один из вариантов. Это очень печальный результат и я напомню, что Россия выступала партнером по действиям Соединенных Штатов в Афганистане и до сих пор предоставляет транзит и вообще говоря, мы считали Соединенные Штаты партнерами, союзниками в Афганистану, но на поверку результатов не видно и результаты скорее обратные, уж поскольку трафик в Россию за время американской оккупации Афганистана увеличился в 44 раза. Но на самом деле вот последствия американской борьбы с наркотиками на территории других государств очень, к сожалению, удобно рассматривать на примере Центральной Америки. Там Соединенные Штаты делают это на протяжении последних лет 15-20. В результате Колумбия сегодня является военным плацдармом США в регионе на семью военными базами. Гондурас вышел на первое место в мире по числу в Мексике за последние 5-6 лет погибло по разным подсчетам от 40 до 60 тысяч человек. Все из-за борьбы с наркотиками. Вот если мы будем продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами по борьбе с наркотиками в Средней Азии, вот это та судьба, которая нас ждет. И представьте себе самые лучшие результаты по борьбе с наркотиками в Центральной Америке, в Латинской Америке, показывает Венесуэла, которая вызвала управление США по борьбе с наркотиками из страны несколько лет назад. Вероника, то есть мы справедливо выходим из этого договора? Конечно, и давно надо было это сделать. Значит ли это обострение наших отношений с Соединенными Штатами? Это значит, что Россия предпринимает очередной шаг в утверждении своей независимости и суверенитета. Это на самом деле единственный возможный путь. И то, что это не будет нравиться Соединенным Штатам, это очевидно, и то, что они будут принимать всяческие меры против этого, это тоже очевидно. Какие? Какие? Да, да. И вот новую политику мы, похоже, начинаем видеть. На прошлой неделе проводило... Вероника, вот тут я вынужден вмешаться, да? А Соединенные Штаты издают закон Магнитского, не самый, конечно, хороший закон, есть к нему очень много вопросов, мы на него отвечаем еще более идиотским законам Димы Яковлева, вызывающим... Я его идиотки не считаю. Вероника, я не за то, чтобы... Я не хочу обсуждать сейчас все это в терминах торговля детьми или нет торговли, я считаю, что у каждых детей должны быть родители, родные или приемные, и что для ребенка в любом случае нужны родители. Поэтому, если мы не можем себя... Безусловно, 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 но если государство не способно, значит... Неважно. В любом случае, Вероника, детьми не торгуют, в том числе в ответ на закон Магнитского. Мы сейчас можем, как это неоднократно бывало, надолго сцепиться, но вот такая вот перепалка, мы вам один идиотский закон, мы в ответ другой. Мы вам одно, вы в ответ другое. Она нас в отношении к Соединенными Штатами до добра не доведет. Вопрос следующий. А должно ли быть у нас добро в отношении с Соединенными Штатами? Мы вообще партнеры или мы... Ну, я бы не сказал враги. Враг, я думаю, у Соединенных Штатов сейчас Китай. И разборки с Китаем мы еще увидим. А, скажем так, партнеры и не партнеры. Вот я, кстати, хотел бы провести голосование следующее. По предыдущему голосованию у нас все ясно. Поголовно... Вероника, кстати, как вы считаете, библиотека Шнерсон должна остаться в России? Да, я не думаю, что у вас вряд ли другие мнения. Да, но я так, на всякий случай. Так вот, голосование следующее. Если вы считаете, что мы друзья с Соединенными Штатами, 55-33 посылайте смс с русской буквой А. Если нет, 55-33 русская буква Б. Еще раз повторяю, номер для коротких сообщений, 55-33. Так, Вероника, где мы в отношении с Соединенными Штатами? Вы знаете, я считаю, что Россия должна проводить в трудно-независимый суверенный курс. А затем, если с Соединенным Штатом, если они могут привожить усилия и принять этот курс, ну, значит, они будут с партнерами. А если они не могут принять такой курс, ну, значит, они партнерами не будут. И это, на самом деле, второстепенный вопрос. Вероника Рафаиловна, вмешивайтесь. Вы знаете, я с таким удовольствием слушала все, что говорит Вероника до последнего только фрагмента и практически во всем не соглашалась с вами. А сейчас я понимаю, что, наверное, вот где-то моя судьба и мой профессионализм должен найти эту необходимую золотую середину. Не надо находить золотую середину. Как есть такая? Не надо! Политика Соединенных Штатов, по крайней мере, внешняя политика и все, что связано с Россией, я бы назвала абсолютным цинизмом. С этим цинизмом иметь партнерские отношения можно в том случае, если его преодолеть. Это преодоление... Это у меня сейчас челюсть. Жалко, телезрители, радиослушатели не видят, как у меня отпала челюсть. Вот от кого я не ожидал услышать такую веронику. Я понимаю. Ну, те, кто видит на трансляции... Я сейчас еще хуже скажу. Собеседница. Я только в последнюю минуту разговора Собеседница ваша, Вероника, тоже Вероника, Рафаиловна Ирина Коган, ректор... Простите, президент Государственной Классической Еврейской Академии имени Маймонида. Мы подошли к... Мы подошли к периоду нашей российской истории, когда мы опять стали преклоняться перед западными образцами. И когда мы говорим западные образец образования, мы имеем в виду именно Соединенные Штаты. Очень невысокий уровень образования. А мы уже даже советуем на самом высоком уровне нашим студентам бросить тут все и поехать туда учиться, а потом приехать к нам учить нас. Но страшнее всего это вопрос о детях-сиротах. Господа, я не буду тратить ваше драгоценное время на то, чтобы сказать, что я с Вероникой абсолютно согласна. Я с ней не просто согласна. Я просто хочу заметить вам, Игорь, у 80% этих усыновленных американскими родителями детей, в том числе инвалидов, есть родители, которые живы и здоровы. Дети там погибают, а родители здесь живы и здоровы. И наши журналисты как будто знают, чем можно Веронику Рафаиловну парализовать. Интервью берут у этих мам сегодня, когда дети погибли. Как вообще можно усыновлять за границу детей, у которых есть родители живые, братья и сестры, даже если родители сидят в тюрьме, даже если эти родители алкоголики и наркоманы. Но это они родили этого ребенка. И никто не имеет права отнять у него возможность когда-то встретиться с папой и с мамой и на родном русском языке сказать «Я тебя прощаю». Вот я вас наверное удивила еще больше. Нет, вы знаете, я с вами... Ну вот замечательный аргумент. Я с вами согласен. Удар такой под дых на самом деле. У нас была недавно передача про это и очень многое прозвучало, причем от человека, который против этого закона, а тем не менее прозвучали примерно те же самые слова, которые говорите вы. Знаете, я вообще не понимаю. Я не понимаю. Вот американцы молодцы, честное слово, надо поучиться. Во время предвыборной кампании поносят как хотят, последними словами обзывают, жену с грязью мешают, борются. Как только президентом выбрали, как в старом еврейском анекдоте, а наши лучше всех, никто не имеет права опорочить, никто не имеет права неуважительно высказаться, тем более написать. Согласен. Вот на таких партнерских мы очень хорошо поладим Соединенными Штатами, как мы, впрочем, ладили веками. Замечательно. Расскажите тогда что же мы должны сделать, чтобы к нам перестали Соединенные Штаты относиться с цилизмом. вот вы задали очень важный вопрос о том, что же они, как же они теперь собираются с нами обращаться. Так вот, это все-таки важная информация, я бы хотела ее озвучить. На прошлой неделе несколько государственных чиновников и экспертов по России в Вашингтоне высказались на эту тему. Так вот, пресс-секретарь Госдепартамента Виктория Нуланд, комментируя закрытие комиссии по гражданскому обществу, сказала, что теперь мы будем работать напрямую с российским гражданским обществом в обход к федеральной власти. Еще один влиятельный в Вашингтоне человек, Томас Фридман, обозреватель Вашингтона, Нью-Йорк Танис, выдвинул такой принцип в качестве совета новому госсекретарю. Нужно, говорит он, создать условия для дипломатии в обход лидеров и напрямую с народом. Поскольку мы живем в век социальных сетей, то, в общем, нет необходимости следовать всей этой вертикали власти. Если правительства некоторых государств не хотят принимать нашу точку зрения, то мы с ними и говорить не будем. Надо вести переговоры не с правительствами, а напрямую с народами. Вот эта позиция лейтмотивом звучит сейчас в Вашингтоне, поэтому нам нужно быть готовым к тому, что Соединенные Штаты усилят свои мероприятия посредством гражданского общества и будут пытаться внести раскол между сторонниками одного и другого пути. Спасибо, Вероника, буквально через минуту. Ну что ж, мы снова в студии, это Игорь Виттель, это продукт с Игорем Виттельем. В студии у нас Вероника Рафаиловна Ирина Коган, президент Государственной Классической Юридской Академии Мемонида. На связи с нами Вероника Крашенинникова, гендиректор Института внешнеполитических исследований инициатив. А, кстати, госпожа Крашенинникова, Вероника. Вероника? Да, да, я с вами. Вопрос. Вот, кстати, мы в первой части беседовали с Вероникой Рафаиловной о том, куда вообще девать имущество религиозных организаций. Спорили немножко, но у меня возникает вопрос, вот как раз мы тут в перерыве перекинулись пары слов. А как случается так, что вообще в центре России огромные особняки принадлежат саентологам? И многие российские государственные деятельности прошли школу саентологов. Это хороший вопрос, и с этим вопросом надо разбираться. Игорь, как вы знаете, я работаю строго на фактах, вот, должна сказать, что по особнякам саентологов... Да меня не конкретно особняки интересуют, меня вообще интересует, как нам промывают мозги. А то, что это огромный механизм по промыванию мозгов, это абсолютно очевидно. И начиная даже еще с конца восьмидесятых, в Россию двинули Советский Союз, когда двинули массу сект непонятных организаций религиозных. И это было одним из главных тогда направлений работы. Напоминаю, СМС 5533, если вы считаете, что мы с Америкой партнеры, русская буква, если нет, русская буква Бэн на этот момент 100% считает, что мы с Америкой не партнеры. Два голосования подряд со 100% результатом. С нами на связи Андрей. Вероника, не вешайте трубку, сейчас вернемся. С нами на связи наш радиослушатель Андрей. Андрей. Добрый день. Добрый день. Я, во-первых, хочу поблагодарить вас за очень интересное интервью. Хочу сделать комплимент. Это, пожалуй, самое интересное и самое умное интервью на вашей передаче, наверное, за последние полгода. Спасибо. Хочу поблагодарить вашу гостью. Она представляется мне очень образованным и очень знающим и умным человеком. Спасибо. И, пользуясь случаем, хочу спросить вашу собеседницу. Евреи тысячелетиями славятся как народ, призывающий остальные народы и, собственно, себя самих к поиску компромиссов, к толерантности, к терпимости. И как, на ваш взгляд, вот как человека, в общем-то, образованного, сам факт того, что любавишки евреи Америки подали в суд на какие-то свои там ценности, не унижает ли это их общество и не подрывает ли вообще это авторитет еврея в целом решать свои вопросы через государственные органы. И если вы с ними общаетесь, может быть, им на это стоило бы указать, что это не поднимет авторитет евреев во всем мире. Вероника Рафаиловна, строго укажите евреев. в другую сторону или другую. Спасибо, Андрей. А можно мне ответить? Да, конечно. Андрей, спасибо, вопрос понятен, Вероника Рафаиловна. Во-первых, большое спасибо, во-вторых, это несколько вопросов, и вопросов основополагающих. Начну с последнего. Да вы знаете, мы объясняем, вот 26 лет уже, и за 26 лет, 23 года мне удавалось сдерживать этот натиск, потому что они с первого дня грозили американскими судами. И вот последние годы я как бы утратила. Конечно, безусловно, действия американских любавических хасидов наносят урон в целом всему еврейству и российскому еврейству, тем более. А если говорить о любавических хасидах России, то они просто чувствуют себя униженными и, что самое главное, беспомощными. Понимаете, когда фонд святынь скрыт от мира и от верующих людей на протяжении без двух лет целого века, конечно, люди совершают ошибки в своей борьбе. Равно, как и наше руководство и администрации, и руководители страны, и министры тоже в этой истории борьбы делали свои ошибки. И совершенно гениальный единственный путь разрешения проблемы это всегда компромисс. Основоположником теории компромисса и кондификации правовых, первых правовых источников был как раз Маймонит. Поэтому его имя и носит Еврейская Академия в России. И ни один университет больше в мире. Спасибо огромное, Вероника Рафаиловна. Вернемся к Веронике Крашенинниковой, гендиректору Института внешнеполитических исследований. Вероника, где у нас точки соприкосновения сейчас с Соединенными Штатами для совместной работы? Есть ли они все-таки? Ну, видите, вот этот подход, совместная борьба с общими угрозами, он вообще-то должен быть правильным, но что бы мы ни делали, Соединенные Штаты так или иначе пытаются использовать это исключительно в своих интересах. Та же самая борьба с наркотиками, борьба с нераспространением ядерного оружия. Сейчас появилась вот эта инициатива о полном, от избавлении от ядерного оружия России. Ну, хорошо, мы от него избавимся, но дело в том, что у Соединенных Штатов многократное преимущество, на порядок по крайней мере, в обычных вооружениях. То есть, это опять же способ полностью разоружить Россию, снять все наши преимущества, и тогда с нами будут говорить уже совсем на другом месте. Хорошо, а что мы тогда должны делать, для того, чтобы, я прошу прощения, перебью, что мы должны сделать для того, чтобы с нами наконец начали считаться, чтобы мы разговаривали на языке партнеров, мы должны вести строго независимый курс, мы должны действовать в своих интересах. Не в наших интересах была сдача Лидии, не в наших интересах было согласие по санкциям на Иран. Таким образом, мы сокращаем свое поле действий, свою маршру для маневра. А почему мы так поступаем? Объединяющие стили. Ну, видите ли, это, да, отдельная... А вот тогда, Вероника Рафаиловна, я вижу, Моя задача сегодня все формулировать, я очень стараюсь. Давайте, сформулируйте. Я считаю, что... Я абсолютно согласна с Вероникой, у меня такое ощущение, что мы с ней давно знакомы и работаем вместе. А вывод я бы сделала вот такой. Да, нам, конечно, нужны партнерские отношения со всеми странами мира, включая Соединенные Штаты. Эти партнерские отношения Министерства иностранных дел, наших министров и представителей в ООН. И нам пора перестать обороняться и тем более пора перестать нападать. Нам нужно только отстаивать свои государственные интересы. А кто будет их отстаивать? Можно мне договорить? Нам нужен Чичерин, потому что отстаивать свои интересы должен человек не только с дипломатическим опытом, но с православным мировоззрением. И если он человек верующий, чего давно не было в Министерстве иностранных дел, он не ошибется, он найдет пути, он их в Евангелии вычитает. Вот я понимаю, что вы еще раз обескуражены. Я бы знал, я бы себе какую-нибудь поддержку для челюсти притащил, чтобы она у меня третий раз об стол не упала. Профессор закончил. Вероника Рафаиловна, согласен, нужен Чичерин, а где его взять-то? Вы видите таких сейчас? У нас же вся школа дипломатическая, возьмем конец 80-х, начало 90-х, продажные, трусливые, сдавшие все, что можно. И дальше это только продолжается. Это только не сегодняшний министр. Я не про сегодняшний. Лавров просто так же, как и я, мы с ним старимся, мы с одного года. А школа-то дипломатическая потихонечку бывает, не только дипломатическая, но и дипломатическая в том числе. А государство само тоже не понимает. Игорь, да это не так. И сегодняшний Чечерин может быть в таком же возрасте, в каком был Чечерин, а может быть гораздо моложе. знаете, Ломоносов еще сказал, что российская ниша может рождать. И она их рожает, и они есть. Хотелось бы на них посмотреть. Но для этого еще и государство должно понимать. Для этого надо только одно, на самом деле. Казалось бы, так просто. Критерий подбора кадров должен быть честный, объективный. Вот тут мы не подражаем Америке. Да. А жаль. И тогда у меня к вам. Игорь, значит, еще один момент важный. Значит, нет сегодня в мире ни одной страны, которая в одиночку могла бы противостоять американской экспансии и доминированию. Здесь решение в объединении усилий. Россия, Китай, Иран, Латинская Америка. СНГ. И по-прежнему. И страны СНГ, да, согласен. Мы согласны. Ну, это само собой. Это даже совершенно само собой. А у него нам начать надо. Да. И объединение усилий это единственный наш путь. И, конечно же, построение Евразийского Союза, против которого Соединенные Штаты будут делать все, что могут. Для нас это даже не выбор, а для нас это вот пуск спасения, это экзистенциальный проект. У нас очень мало времени остается. У меня к вам обеим короткий вопрос. Я понимаю, что коротко ответить нельзя. Но попробуем. Провал американской политики на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Провал российской политики там же. Это ошибка, это вредительство, либо это замаскированный выигрыш. На самом деле мы ничего не понимаем ни в политике, ни нашей, ни американской. Вероника Рафаевна. Вы знаете, я, наверное, впервые в жизни сейчас поступлю абсолютно по-еврейски. Я отвечу вопросом на вопрос. Почему это провал? Ну, потому что я на сегодняшний момент вижу, что лояльный, вполне себе терпимый к Америке, к Израилю, Мубарак заменен братьями-мусульманами, полковник Каддафи, который последние годы за что ему не нужно. А вот это вот вопрос. Вот история на него ответит. А мы сегодня можем сказать только одно, что если взвешивать провалы, как вы выразили, с чем я не согласилась, ну, будем говорить, вообще, результаты на этих, в этом регионе, то я бы сказала, что Россия в гораздо более выигрышном положении сегодня, чем Америка. Другой вопрос, опять же, вот, который Вероника поднимает, а что мы из этого извлечем? Какую пользу для своей страны и своего народа наши дипломаты вложат в копилку? Отлично. Мы хорошо умеем хранить чужое, а как бы нам свое бы вот... Вероника, ваш ответ. Игорь, значит, с точки зрения Соединенных Штатов это не провал, потому что они приводят к власти людей, которых частично, по крайней мере, контролируют, и тем самым, не будучи способными установить свой порядок в очень сложном близнеосточном регионе, они, по крайней мере, беспорядок, хаос там устанавливают. А вот с точки зрения интересов России это действительно провал, потому что мы, во-первых, теряем одного за другим союзников, а во-вторых, получаем огромную массу радикального экстремизма, которая куда-то... Может хлынуть к нам. Наверх, на север. Да, немедленно Северный Касказ, Поволжье и так далее, и, конечно же, в Китай. Спасибо, Вероника. Сметья на пути Иран. Я сегодня впервые за последнее время сделаю не депрессивный вывод, а просто пока на свете есть такие мудрые, красивые, потрясающие женщины, как мои собеседницы, у нас есть какая-то надежда. Напомню, что в студии у нас были Вероника Рафаиловна, Ирина Коган, директор государственной еврейской, простите, президент государственной классической еврейской академии Маймонида и на связи по телефону гендиректор Института внешнеполитических инициатив Вероника Крашенинникова, а также я, Игорь Виттель. До завтра. Услышимся в это же время.